Начинается вторая игра между Вирсотини и против Деклоода Деклоод Вайтра. На этот раз карта Металлополис и это, скажем так, вторая, на мой взгляд, сбалансированная карта из тех старых, которые были при выпуске Старкрафта второго. То есть, старые стандартные ладерные карты. Первое место, мне кажется, все-таки за пещерами Золнага и второе за вот этой, Металлополис. У нас достаточно ближние респауны. Вирус Сатини у нас появляется на 6 часах и Вайтра появляется на 9. О чем это нам говорит? Это то, что сейчас Вирус Сатини будет на вероятника использовать дроп. Очень удобно тут термином получается дропаться. И при этом отлично будет использоваться вот эта вот башня Золнага для того, чтобы патрулировать, идут армии или не идут. То есть, сейчас термином играть будет очень удобно. Он может выходить в Fast Expand. Он может, потому что бежать тут по земле довольно-таки далеко. Соответственно, протас навряд ли сможет наказать это. Может играть в дропы, может играть во все, что ему захочет. Может играть в теч, может играть в био. Так что полное раздолье. В протас, конечно же, тоже можно играть достаточно широкий спектр стратегий. Но самое главное, это, конечно же, ставить свои здания по краям для того, чтобы ни в коем случае не пропустить дроп гелионов. Гелионы это такие звери, которые за один удар могут убить практически всю экономику. Ну, была как-то недавно игра, где играл Bistecute против Happy Zerga. Играли на карте Мусоросборник. И там Happy Zerga сделал одну ошибку. Когда мы сделали дроп гелионов, он случайно кликнул дронами. Он выделил всех дронов и случайно кликнул на газ. Соответственно, все дроны подъехали к газу и стали одним таким вот большим пятном. Ну, гелионы, конечно же, подъехали, сделали пыщу и умерло одновременно порядка 17 рабочих. Это было просто эпик фейл. Но, тем не менее, та игра длилась еще минут 30. Вот, к чести Happy Zerga, он, несмотря на эту гигантскую ошибку, на этот гигантский мисклик, не сдался. Он продолжил сражаться. И Домольки долго еще тащил ее. Я, честно говоря, после одной битвы, даже подумал, что все-таки он сможет вытащить эту партию. Но, увы. Увы. Бистик, который сейчас находится в топе Grandmaster League, в общем-то, такие ошибки не прощает. И, конечно же, ту партию затащил. Но, на самом деле, со счетом 3-2 тогда в играх Happy Zerga. У нас два барака со стороны терна. Причем, посмотрите, как интересно поставлен второй барак. То есть, пробочка, скорее всего, его не увидит. Вот в Вайтра сейчас нужно сакрафазить пробку для того, чтобы увидеть этот барак. Понятное дело, что он этого делать не хочет. И, соответственно, это у нас означает ранний пуш со стороны вируса Тинни. Все, что нужно теперь в Вайтра, это просто построить хотя бы одну центре. Зилл отгоняется за СКВшкой. И практически у него получилось сделать второй удар. Но Сатинни тоже контролирует эту СКВшечку. И, понятное дело, ее так просто не отдает. Заказан у нас апгрейд на Кажер Шелс. Не хватает, мне кажется, сейчас суплаев для терна. Но, в принципе, еще позволительно. Еще есть время для того, чтобы его заказать. Но, на самом деле, лимит уже очень близок. И суплай надо ставить прямо сейчас. Да, вот, наконец-то вируса Тинни. Это заметил. Заказывает суплачек. Потому что сейчас будет суплай блок. Вот, посмотри, сейчас заказывается мародер. Закажется СКВшка и все. Вот сейчас СКВшка не строится. Это плохо. Берет в Сатинни вместе с собой в атаку еще несколько СКВ. И вот, есть конка же Шелс. Поэтому этот Зилл, скорее всего, сейчас умрет, ничего не сделав. Так и происходит. И при этом видит сейчас Вайтра, что его противник берет с собой СКВшка. Это означает, что его сейчас пушит. Тут же бусится апгрейд на варгейты. Но, на самом деле, нужно бусить было бы сейчас войска. И хорошо стоял Сталкер, но не жалеет просветку Сатинни. И, соответственно, Сталкер сейчас помоется виртуально. У него остается всего лишь 15 хитпоинтов. Пытается еще настрелять немножко Вайтра. И... СКВшки подсвечивают возвышенность и чуть-чуть не отдает свою Сталкеру Алексей. Тем не менее, Сталкер выживает. Сейчас появляются новые войска. Два Зилл. И вместе с СКВшками Вайтра выходит вперед. Зажимает СКВ своего противника. И пытается убить, конечно же, прежде всего, именно СКВшек. Нельзя ни в коем случае дать построить бункер. Все, варпается новый Сталкер. Соответственно, СКВшки... Ой, прошу прощения, пробки не нужны. Они отправляются домой. Похоже, что Вайтра отбивается. В общем-то, без проблем от своего соперника. Ой-ой-ой, бункер достроился. Бежит, бежит мародер в бункер. Нельзя ему ни в коем случае дать залезть. Тем не менее, он залазит. И это большие проблемы. Еще минус один Сталкер для Алексея. Ой, как хорошо варпались эти Зиллы. Но, к сожалению, не получилось заблокировать проход. Для мародера. Тем не менее, бункер умирает. И похоже, что Вайтра все-таки отбивается. Дорогой ценой, но отбивается. Пока что Алексей потерял значительно больше, чем у соперника. Но тут главное, хотя бы отбиться, чтобы не проиграть. Не проиграть на такой ранней стадии. Отлично сейчас ставить мародера в Сатине. Посмотрите, он бегает кругами от Зиллы. А в тем время, войска снизу очень неплохо так их накоцывают. Тем не менее, Вайтра все-таки отбивается. И нужно теперь просто убить этого мародера. И, конечно же, отменить бункер. Бункер отменит игрок сам. Я думаю... Да, я думаю, что Сатине отменил его. И делается теперь экспанд для Терна. И, понятное дело, сейчас нужно делать еще побольше войск. Кстати, у Терна очень мало СКВ-шек. Такое впечатление, что во время боя он их просто-напросто не сгорал. Обратите внимание, Вайтра сейчас обгоняет своего оппонента практически на 10 рабочих. Это при том, что на самом деле Алексей потерял 7 пробок, но зато убил 4 СКВ-шки. Да, по потерям Вайтра в последнем бою он более-менее выровнялся. Но на самом деле тут 1050 минералов, а не 1150. Потому что бункер Терн отменил. Это считается или продал. Хотя, может быть, я не прав. Может быть, все-таки потери именно таковы. Вайтра пробегает сталкером для того, чтобы убедиться, что там нет экспанда. Попадает под огонь и, соответственно, один сталкер сейчас... Ой-ой-ой, я думал он умрет. Но остается 4 хитпоинта, все-таки убегает от сталкера. Вот нельзя так бегать. Надо обязательно было обходить. Понятное дело, что тут будет что-то стоять. Чудом этот сталкер выжил. И вирус-отень потихонечку переползает вниз. Строит он бункеры. Добряет в фэкторе. Но 2 барака это очень мало. Это, соответственно, означает, что войска крайне медленно сейчас строятся для Терна. Просто все время достраивает уже свой экспант. Это означает, что базы для обоих игроков начнут работать практически от синхроны. Я даже сказал, что у Вайтра она начнет работать раньше. Но проблема в том, что у Терна, соответственно, 2 орбитальных здания. Это означает, что он будет вызывать 2 мулов одновременно. Мул, конечно, выравнивает экономику. В пользу Терна очень так неплохо. Заказываем у нас инжиниринг. У нас делаются апгрейды на атаку, само собой. И делается старпорт. Обратите внимание, что в фэкторе делает реактор для старпорта. Старпорт, который строится 50 секунд. И реактор, который строится точно так же 50 секунд. Соответственно, когда вы делаете реактор, вы тем самым экономите 50 секунд. То есть, все равно, что построить еще один старпорт. Так что, все Терны, которые смотрят этот стрим, я вам рекомендую именно так и делать. Это очень полезно. Вы экономите много времени для себя. И очень быстро настраивайте количество медиваков, либо викингов. Что вам там надо. Начинает работать экономика у Терна. У Продоса вторая база заработала чуть раньше. Фэктори летит на суицид. Честно говоря, я не понимаю вот этой вот любви общественной, сакрафасенцой в фэкторе. На самом деле, фэктори такое здание, которое пригодится дома. Тем не менее, фэктори у нас умирает. Увидела она, в общем-то, довольно-таки много всего. Кроме того, чтобы увидеть, что есть экспанс. Зато смотрите, какую классную вещь она сделала. Она сейчас отвела всю армию Продоса. И тем временем летят два первых медивака на мейн. Вот только сейчас Вайтран замечает и уже высадились в марины. Единственное, что надо было высадить их чуть дальше. Надо было обязательно забивать сразу же в рабочих. Кидаются просветка. И Сатини неплохо так подрезал рабочих своему оппоненту. Тем временем Вайтран подводит свои войска. И, наконец-то, начинает постреливать. Тем не менее, Сатини просто-напросто засаживает своих маринеров и улетает. Так что неплохой развод со стороны Сатини. Убил он еще дополнительно 7 рабочих своему оппоненту. Это, конечно же, неприятно. Только что Вайтран лидировал по количеству рабочих так неплохо. А теперь они, похоже, выравниваются. Нет, все равно еще Вайтран впереди на 7 рабочих. Но это уже значительно меньше, чем было. Так, у нас, наконец-то, летает Апсерв. Видит Вайтран, что опять полетел дроп. Да, Вайтран это очень интересно. Строится у нас второй старпорт, строится еще один реактор. Неужели тут Алексей будет играть в колоссов? Ну, конечно же, видел, видел, конечно же, Сатини, что тут сделан робо. Да, вот вид длинного тропа. И, конечно же, логично для него, что Вайтра будет делать сейчас колоссов. Вайтра тем временем меняет свои планы. Он увидел два старпорта, мы понимаем, что там будет просто очень много викингов. Ну и, соответственно, начинает делать что-то другое. Хотя нет, колосс не есть. В принципе, как мы видим, заказы у нас иммортал. А Терн тем временем вкладывает всю свою экономику в то, чтобы строить викингов. Викинги, кстати, не делал, что его стоит. Они стоят 150 на 75, соответственно, сейчас лимит Терна отстает. И сейчас он только начинает подстраивать викингов. То есть, лимит будет сравниваться с протовскими. Но викинги в бою, когда они будут сидеть на земле, сделать ничего на самом деле не смогут. Соответственно, сейчас для Вайтра это очень-очень выгодно. Он делает имморталов, которые отлично работают против мародеров. И, конечно же, против сидящих викингов на земле. И не делает колоссов. Самое главное, это, конечно же, обмануть своего соперника. У нас делаются темплары, делается апгрейд на пси-шторм, добавляется апгрейд на ножку с зилой. Соответственно, сейчас наземная армия у Терна, у Протаса будет крайне эффективна. И единственное, что не хватает ему ресурсов для того, чтобы заказать себе апгрейды. Апгрейды на атаку, апгрейды на защиту Терна. Тем временем заказывает себе третью базу. Причем не стесняется заказывать ее сразу же на минералах. Вайтра это все увидит. Сатине пытается патрулировать карту для того, чтобы увидеть. И наказать третью базу от Протаса. И, кстати, это сейчас может получиться. Вайтра заказывает свою базу достаточно поздно. Соответственно, мало хитпоинтов пока что у этого Нексуса. Если бы Сатине сейчас чуть-чуть бы пробежал, он, в принципе, мог бы это убить. Вайтра отходит своей армии очень далеко. И, соответственно, он вынужден терять сейчас этот Нексус. Да, Нексус приходится отменить. Увы, это означает, что он теряет свой... Откладывается экспон... Ой, просветка. Кидается просветка и видит сейчас Сатине, что тут есть халявные юниты. Очень дорогие юниты. Умирает один Иммортал и умирает еще один Хайт Эмплар. Как неприятно. При этом делается дроп на мейн. Отличная разводка со стороны Сатине. И Вайтра теряет роботехнический узел, который на самом деле ему нафиг не нужен. Сатине этого не знает. Он думал, что он сейчас нанес кошмар на вред своему сопернику. Забивается в угол. Кстати, неплохо он все равно атаковал своего оппонента. И получает фидбэк. Тем не менее, несмотря на фидбэк, все-таки выживает от Медивак с 11 хитпоинтами. Снова ставится Нексус. Доделался тем временем... Доделался тем временем команда Центр. Мутирует он в Планетарную Крепость. И вот эти Зилты, интересно, успеют они добежать или нет, для того, чтобы похарасить это здание. Ему строится еще 25 секунд, соответственно, Зилты бы успели, но Вайтра отводит их. Оставляет только одного Зиалота. И жалко. В любом случае, тут, скорее всего, эти Зилты бы ничего и сделали. Попытка, не пытка. Да, прибегает мордер, спокойно отбивает этого Зилта. Так что да, все правильно сделал Вайтра. Он не стал сакрафасить четырех Зилтов. 400 минералов спасено. Снова у нас делается Варпризма. И я думаю, что это будет дроп Хайтемпларов на Мейн. То есть, Вайтра будет стараться выжигать рабочих противников. Тем временем сделано 7 Викингов. Это означает, что очень много денег вложено в пустую. Сатинь это, конечно же, сейчас прекрасно понимает, но, тем не менее, сделать ничего уже не может. То есть, на самом деле, по факту, его лимит на 14 меньше, чем тут показано. То есть, тут показано, что он практически так дал. Но, на самом деле, Вайтра сейчас впереди на 30-ку. Что неплохо. Вайтра ставит себе еще один экспант. И, честно говоря, я ожидал бы сейчас увидеть Дарк-Темпларов. Но их нет. Их нет. А Сатинь тем временем выходит в Гостов. Делается уже апгрейд для Гостов. Ой, тут Темплары что-то делали. Я, к сожалению, это пропустил. Единственное, что Вайтра надо быть осторожным, потому что тут очень много викингов. И, кстати говоря, еще перестраивают, как мне кажется, медиваки сейчас Терна. Хотя его можно понять. Он боится фидбэков, а лечить армию-то надо. Ставится еще одна база Терном. И, опять же, Вайтра, мне кажется, я это уже видел. Нет? Не видел. Почти. Почти, почти он увидел. Надо пролететь всего-навсего чуть-чуть. И у нас появляются первые Госты. Уже есть у них апгрейд на энергию. Соответственно, ЕМПшки уже готовы. Идет война за башню Зелнага. Вайтра уже скопился довольно-таки неплохо.